Она случайно уронила ложку. Звук был сильнее выстрела в тиши. Испугавшись, вздрогнула немножко. Сын нервно бросил. «Мама, не спеши!» И тут взвелась змея ее невестка, как будто наступила на иглу. «Я ж говорю, что ей у нас невеста! На кухне вечно крошки на полу! Ты знаешь, как она меня достала! Я что, слугой быть у нее должна! Так вот, последний раз тебе сказала, решай сегодня, я или она!» Кричала нервно, громко, истерично, иначе-то забыв о тормозах. Опять испорчен завтрак, как обычно. Застыли слезы хрусталем в глазах. Сынок молчал. Молчала рядом внучка. Тот ангелок, которого она так много лет в своих держала ручках. Большая стала. Нянька не нужна. В невестку же, как будто бес вселился. Кричит, бьет в гневе, кулаком от стол, чтоб завтра же к ней в зал переселился. Сын молча встал из-за стола, ушел. Рыдания застыли в горле комом. Она не мама, бабка и свекровь. Дом стал чужим, жестоким, незнакомым, когда же в доме умерла любовь. Очередная ночь была бессонной. Подушка встала мокраю от слез, и голова гудела медным звоном. «Зачем, сыночек, ты меня привез?» А утром сын подсел к ее постели, боясь взглянуть в умолящие глаза, с волнением, справляясь еле-еле, чуть слышно, полушепотом сказал. «Ты, мам, пойми, мне тоже очень трудно. Я между вами, как между двух огней. А там еще к тому же многолюдно. Тебе с людьми там будет веселей». «Да мне, сынок, веселья-то не надо. Мне б с рядом с вами, близкими людьми. Мне б помереть, сынок, с тобою рядом. Да тяжело с тобой нам. Ты пойми, у нас и так семья, дела, работа. И жизнь у нас ведь далеко не рай. Жене вон тоже отдохнуть охота, а тут тебе изготовь и постирай». «Ну что ж, сынок, коль я обузой стала, вези меня в тот престарелый дом». Глаза, прикрыв платочком, зарыдала, а сын сглотнул застрявшим в горле ком. И через день нехитрые пожитки лежали в узелочках на полу. «Зачем-то дом припомнился, калитка, а дождь стекал слезами по стеклу». «Ну вот, теперь им тут спокойней и легче без обузы будет жить. А я, я, видно, этого достойно». Но ноги не хотели уходить, а ноги стали ватными от горя, и сердцу места не было в груди. А сын, чтоб расставание ускорить, на дверь кивнув ей приказал «иди». Она за грудь держась не понарошку, как будто так ослабнет сердце боль. «Давай, сынок, присядем на дорожку, чтоб легким путь нам был туда с тобой». «Но что дадут короткие минуты, коль расставание обозначен срок?» А впереди вдруг сына почему-то шагнула мама первый за порог. «Казенный дом. Тяжелый спертый запах, лекарств с едой и хлоркой пополам. Вон на диване чей-то бывший папа, в соседстве чьих-то тоже бывших мам. Сын проводил с вещами до палаты. Прощаясь, как-то сухо обронил. «Прости меня, а будет скучновато. Вот телефон. Возьми и позвони». Но на прощание все же обнял маму. Прижал к себе, как много лет назад, Когда была еще любимой самой, Поцеловал и посмотрел в глаза. А в тех глазах застыла боль разлуки. Ее теперь ничем не исцелить. В своих руках морщинистые руки Он задержал, не в силах отпустить. У мамы по щеке слеза скатилась. «Ты сам, сынок, хоть изредка звони». К плечу родному робко преклонилась. «Иди, сынок, господь тебя храни». И вслед перекрестила троекратно. И, опустившись тяжко на кровать, Вдруг осознала, Ей теперь обратной дороги к сыну Больше не видать. Дни потянулись с чередою мрачной, Похожие, как братья-близнецы. За что конец такой ей был назначен? За что здесь матерь? За что отцы? В тоске по сыну Таяла, как свечка. Молилась. «Господи, прости его, Кровиночку мою, Мое сердечко, А больше мне не нужно ничего. Возьми, Господь, Мою скорее душу, Коль не нужна я больше на земле». Хранила фото сына под подушкой. Казалось, с ним Ей было спать теплей. А сын, Вернувшись из поездки дальней, Все вспоминал про мамины глаза. Все вспоминал ее тот взгляд печальный И как бежала по щеке слеза. И запах мамин тот неповторимый, И пряди белых маминых волос, И голос мамин ласковый, Любимый. Зачем же маму я туда отвез? Как мог забыть, Что маме трудно было? Что ей пришлось снести и пережить, Когда она одна меня растила? Когда пришлось ей о себе забыть, Какой я после этого мужчина, Раз не сумел я маму защитить? Ту, с кем был связан прочной пуповиной, Кто в этой жизни сможет заменить? Наутро, не сказав жене ни слова, Поехал снова в престарелый дом. Лишь только б мамочка моя была здорова, И все пойдет отныне чередом. Теперь с нее сдувать пылинки буду, Не дам слезинки ни одной упасть, Давать ей буду лучшую посуду, Еды кусочек лучшей буду класть. Вот, наконец, знакомая палатка. На тумбочках остывшая еда, Пустующая мамина кроватка. А мамы нет! Мелькнула мысль. Беда! И сердце сжалось в маленькую точку, И под ногами закачался пол, Рукой держась за стенку, По шажочку, По коридору медленно пошел, А сзади чей-то голос вслед. «Послушай!» А по спине стекал холодный пот. И вдруг увидел, Что навстречу с кружкой По коридору мать его идет. И сразу с плеч Упал гнетущий камень. И слезы счастья Врызнули из глаз. Он маму крепко обхватил руками, А мамочка в рыданиях сошлась. «Сынок!» «Я, мама, за тобой вернулся!» «Домой поедем!» «Вещи собирай!» И, как бывало в детстве, Улыбнулся. «Я так решил!» «А ты не возражай!» «Садись в машину!» «Что ты в самом деле?» «Дай на прощание Им махнуть хоть раз!» А из окошек С завистью глядели Им вслед Десятки Грустных Старых Глаз.